Из Швеции и опять-таки из Бельгопритании. Регулярно для студентов организуется фильтр ИП. То есть понимаете, что это такое? Это выездные экскурсии на предприятия. То есть когда студенты теоретически, теоретическими, но нужна какая-то практика. То есть нужно посмотреть, как это все происходит в реальной жизни. Поэтому мы регулярно организуем для студентов такие выездные экскурсии на предприятия. То есть они могут ездить на фабрику вина, посмотреть, как производится вино, как его делают, какие есть виды вина. То есть различные отели едут, смотрят. То есть туристические компании, то есть лидеры иллюстрации гостеприимства. Это опять-таки входит в рамках программ. Кроме того, наши студенты участвуют в различных конкурсах, выставках, конкурсах. Здесь вот вы видите некоторые победители, то есть некоторые студенты, которые завоевывают золотые медали. В школе есть кулинарная программа кулинарного искусства. Поэтому, собственно говоря, мы органим не только поэтому, то есть это есть как отдельная программа, но также мы обеспечиваем студентам трехразовое питание, проживание и трехразовое питание. Питание отличное, потому что студенты из 40 различных стран мира, есть студенты с различными предпочтениями, то есть либо вегетарианцы, либо студенты, которые едят различные определенные виды мяса, скажем так. То есть на завтрак, на обед и ужин можете найти себе различные блюда, то есть как вегетарианские, так и несколько мейн-мейн-форст. Кэмпус. Сейчас кэмпус наш находится в Кастане-Анбауме. Это как бы пригород города Люцерн. Опять-таки, идеальное мирское расположение чем? Тем, что сама школа, сам кэмпус находится не в самом центре Люцерна, не в шумном месте, а находится как бы в пригороде. Но этот пригород на автобусе всего 15 минут езды до центра Люцерна. То есть получается, что это и не центр, но и всего за 15 минут вы будете в школе, либо вы будете в центре города. То есть отличное месторасположение, потому что здесь есть некоторые школы, которые находятся там либо на горе, либо нужно ехать на лодке плыть, либо 40, либо 50 минут, либо поезд, а потом еще автобус. То есть здесь месторасположение идеальное. Проживание. То есть школа это большой кэмпус, да, большое помещение, где студенты проживают, где студенты питаются, где студенты обучаются. Но есть размещение отдельно в центре города Люцерна. То есть если вы предпочитаете все-таки жить при кэмпусе, не тратить время на дорогу туда и обратно утром и вечером, то есть мы можем организовать промещение проживания непосредственно в кэмпусе. Если вы желаете все-таки жить в самом центре города, и тогда мы можем разместить вас в резиденции, у нас есть гостиница Централь, вы будете жить в самом центре города, и затем каждое утро и каждый вечер ездить в школу и возвращаться обратно. То есть кому как нравится, у кого какие предпочтения. В самом кэмпусе. Если вы живете, например, на кэмпусе, то, естественно, здесь в основном двухместное проживание, есть одноместное по вашему желанию за дополнительную плату. Место Кастанинбаум. Это прекрасное место с отличными видами. Отсюда открываются, дальше будут, мы будем скандалить картинки, посмотрите, прекрасный вид на озеро, на горы. То есть просто живописное место. Библиотека огромная, большие лекционные комнаты, как большие для больших аудиторий, так и маленькие, для более маленьких групп, для семинаров, скажем так. Терраса, для развлечения студентов есть бильярд, здесь же стоит, есть площадка для игры в баскетбол. То есть для обучения, для проживания и для отдыха все необходимые условия созданы. Сейчас у нас проект, мы строим новое помещение, также в Лицерне, только немножко в другой стороне Лицерна. Это будет абсолютно новое помещение, рассчитано на 600 человек студентов. Это будет целый комплекс. В этом комплексе будет отдельно будет отель «Хилтон», здесь будет наша школа, и также будет отдельное здание, квартира, вариантов. То есть такой большой, огромный комплекс, где будет находиться наша школа. Все это строится, это не реставрируется здание, все это будет строиться с нуля, и в 2014 году мы собираемся уже на билет, то есть закончить строительство и билет. В дальнейшем тогда, вот этот будет основной комплекс, основной корпус. Данный корпус будет использоваться под программы, либо постгрейди, либо под краткосрочные программы, скажем, переквалификации, либо повышения квалификации. В школе у нас постоянно всегда что-то происходит, то есть здесь вам скучно не будет. У нас организуются и спортивные недели, по всем возможным видам спорта. Организуются различные вечеринки, и опять-таки различные конкурсы. Самое такое любимое мероприятие студентов – это International Night, когда студенты приезжают с Астромира, в настоящий момент, как я уже говорила, и каждый представляет свое государство. То есть они готовят какую-то программу, то есть это могут быть либо песни, то есть это могут быть какой-то танец, либо блюдо, то есть это все мы празднуем, это как бы два раза в семестр самое любимое мероприятие нашей студенты. Мы заботимся о наших студентах. Школа небольшая, всего в настоящий момент около 250 человек при школе, и одновременно столько же на стажировке. То есть так как у нас по ободу студенты учатся, по ободу стажируются, поэтому одновременно, скажем так, 250 человек при кэнклусе. Мы стараемся, естественно, уделить персональное внимание каждому студенту. Это нам удается, потому что школа небольшая. Когда вы приезжаете, мы встречаем вас в аэропорту, мы приводим вас в школу, мы вас индивидуально размещаем. Каждому студенту предлагается вот такой USB-стик со всей информацией, необходимой для начала по проживанию, по обучению, со всеми программами. То есть если вы просмотрите его, то вы найдете ответы на все вопросы, которые вас могут быть.